Redmi Note 13 5G О, смотри, стоит, встал Хороший показатель, да? Чёрт возьми, это классный показатель Это всё баловство Всем здравствуйте, друзья, вы на канале QG.RU С вами Андрей А в руках у меня новиночка от компании Xiaomi Но под брендом Redmi И это Redmi Note 13 5G Конечно же, сейчас мы будем говорить именно подробно про этот телефон Весьма симпатичный, весьма интересный Выбор покупать этот телефон и лент будет находиться за вами Чтобы до конца понимать, покупать или нет Вам нужно будет, конечно, пойти по ссылочке под видео Посмотреть, сколько сейчас, как это, смартфон стоит Ну, а дальше уже смотреть Ну и напоминаю про наш 6-месячный розыгрыш одного классного смартфона Множество промокодов на покупку в нашем магазине Условия простые Пишем комментарии под этим видео Причем содержательный, понятный, со смыслом комментарий В следующем месяце среди всех этих комментариев Случайным образом мы берем один Который получит главный приз Смартфон в любой точке Российской Федерации Остальные победители Получат также промокод на покупку в нашем магазине Условия очень простые Так что всем удачи Конечно, будет обзор у нас на Note 13 обычный Без приставки 4G И на Note 13 Pro И на Note 13 Pro 5G И, конечно же, Note 13 Pro Plus Все эти смартфоны отличаются И по большому счету Если говорить о общих впечатлениях от самого смартфона От его быстродействия, от качества камеры То, по большому счету, все идет такой подрастающий То есть, самый младший Это Redmi Note 13 4G Там, Snap 685 Совсем вытекающий Самая простая камера Но он и самый дешевый Дальше идет вот этот смартфон Выше эта прошечка Но она совсем чуть-чуть отличается с этим Такой важный спойлер Redmi Note уже Прошка с приставкой 5G Он уже прям хорошо так лучше, чем этот телефон И он фактически на равных соревнуется уже с Plus версией Которая вообще выбивается сильно из всего Что делала ранее Xiaomi под брендами Redmi Ну, по порядку про все это поговорим А пока давайте про Redmi Note 13 Комплект в данном случае у телефона Несмотря на все его цены И вообще меняющуюся геополитическую позицию Xiaomi остается себе верный В комплекте сразу мы найдем здесь Черный силиконовый чехольчик Чехол стал лучше, чем силиконовый был по качеству Но при этом стал черным В комплекте также мы найдем зарядку на 33 Вт И USB Type-C провод Все Что касается самого смартфона Здесь у нас полностью царство пластика Пластик сзади, пластик сбоку Горелый глаз пятого поколения на лицевой части Сразу на экран наклеена пленочка Ровно, без каких-то вопросов Края здесь ровненькие Опять же в стиле современных смартфонов У Apple подглядели и понеслось Теперь, ну, как бы, я не знаю, поставить О, смотри, стоит Да, теперь телефон имеет ровные грани Что отличается модом современного дизайна Но при этом часть эргономики Несколько теряет, конечно, по сравнению с запустимым С смартфонами с покатными краями Потому что в руке он лежит, я не могу сказать, что это прям плохо Но вот эти рубленые края Здесь они не то чтобы острые Здесь все равно скошены Под 45 градусов Здесь уголочки такие есть Но все равно вот держать его в руке Не так удобно, как если был бы он, допустим, лодочкой При этом телефон, конечно же, довольно-таки хрупкий К сожалению, вот постигла его участь Того же самого Poco X6 и X6 Pro Могу констатировать тот факт Что вот мне сейчас даже, кстати, кажется Что я немножко погнул Ну, как бы это невозможно Да, потому что здесь у нас все-таки закаленное стекло И оно не так легко гнется Но вот качество изготовления у него прям Ну, реально телефончик явно хрупенький Он легкий за счет того, что полностью пластиковый Тоже это, ну, как бы две стороны медали С одной стороны он легкий за счет того, что пластиковый С другой стороны он прям очень хрупкий По качеству изготовления в целом У меня особо вопросов нет Конкретно в моем случае не испытывает проблем со сборкой Дизайнчик такой вполне современный Особенно мне нравится, конечно, с лицевой части Здесь Xiaomi, конечно, отдельно заслуживает аплодисментов Сразу скажу, что тот же самый вот младший брат его Redmi 4G версии Имеет точно такой же дисплей и на лицевой части То есть рамки здесь маленькие Дисплей в этом поколении Redmi Note заслуживает явно пятерку Минимальные рамки со всех сторон И в целом, опять же, при такой диагонали Максимально эффективное использование дисплея То есть телефончик, наверное, был бы больше Если бы здесь и рамки были несколько толще Но здесь прямо вот все при нем Без чехла я, конечно, телефон не рекомендую использовать Потому что пластик очень быстро сцарапается Он здесь все-таки глянцевый сзади Хотя отпечатков не собирают Здесь какое-то специальное покрытие имеется Но сам пластик очень мягкий То есть он быстро собирает всю капулюку Здесь начинает присматриваться На черном телефоне, конечно, это будет намного лучше видно Но здесь на белом более-менее По верхней грани у нас имеется разъем для наушников С 30 мм Также он имеется еще в прошке, кстати Здесь же инфракрасный порт для управления бытовой техникой Дополнительный микрофон шумоподавления Слева слот для двух сим-карт, карты памяти Слов гибридный, наконец, снизу микрофон Разъем USB Type-C с поддержкой зарядки 33 ватта И основной, единственный динамик Стерео в телефоне нет Стерео появляется, опять же, только в прошках Младшие остались без стереозвука Ну еще единственное, что заметка по поводу влагозащиты Кто-то где-то пишет, что здесь есть влагозащита IP54 Врут Влагозащиты здесь нет Если телефон погрузите в воду Или попадет в него вода То с большой долей вероятности она попадет и внутрь корпуса Ниже IP67 Это все баловство Что касается дисплея То здесь вообще меня компания приятно удивила Потому что 6,7 дюйма Это AMOLED матрица Full HD При этом частота развертки 120 Гц максимальная Еще здесь победили проблему шима То есть частота пульсации 1920 Гц Как когда-то, буквально пару лет назад Было только во флагманах Сейчас, опять же, далеко имеется не во всех И среднебюджетных устройствах Того же самого там Samsung Или других брендов А здесь сразу есть И понятно, что это все-таки бюджетка Поэтому Olus он дисплей здесь на 10 секунд Поэтому, допустим, ту же самую частоту развертки Можно настроить не так широко Как, допустим, можно сделать в прошке Где можно принудительно заставить приложение работать в 120 Гц Здесь этого просто нет Можно, наверное, немного придираться Что вот эта частота отклика не такая высокая Еще что-то Но вспоминаем просто позиционирование и цену этого телефона Понятно, сейчас там старт продаж Цена немного там выше, чем будет потом Но вот именно позиционирование самого телефона Говорят о том, что телефон будет одним из самых дешевых Именно в стане Redmi Note И, черт возьми, видеть здесь уже такой хороший, большой дисплей Практически без рамок Без проблемы с шимом С достаточно высокой яркостью Ну, там, 500, не то, по-моему, или 600, заявляют Неплохой показатель, откровенно За производительностью телефон отвечает Процессор Mediatek Dimensity 6080 С поддержкой 5G Как вы понимаете, это переименованный Когда-то ранее нам хорошо знакомый Dimensity 810 С 2021 года выпуска Оперативной памяти 8 или 12 ГБ И смартфон, на самом деле, опять же Скоростью своей работы приятно удивил Бывало пару раз все-таки какие-то фрезы И что такое, неторопливая работа Но в целом хочу сказать, что С точки зрения производительности Опять же, за свою цену Это очень гармоничное устройство Подходит весьма неплохо для всех задач И для тех, кто хочет на телефоне поиграть И, конечно, для тех, кто хочет смартфон Использовать как рабочую лошадку Серьезных лагов подтормаживания Еще раз говорю, не замечал Опять же, в играх тоже можно запустить Все игрушки спокойно на средних настройках Какие-то даже на высоких пойдут Ну, где-то нужно будет поиграться Потому что все-таки чудес не бывает Вот, чтобы понимали, в Antutu набирает 420 тысяч баллов Из которых там 70 тысяч баллов Видеоядро Видеоядро слабенькое Малин 57 здесь всего лишь Но, в любом случае, именно в Redmi Note 13 5G Неплохой процессор Я думаю, те, кто не играет Вообще будут полностью удовлетворены Той производительностью, которую этот телефон выдает Что касается автономности То батарейка нас здесь не удивляет 5000 мА Цифра какой-то золотой стандарт Стал для большинства телефонов Любого ценного сегмента Здесь же 5000 мА В комплекте зарядка уже идет на 33 Вт Соответственно, сразу можем говорить Что это полтора часа до 100% зарядки И где-то полчаса это половина зарядки Что касается автономности То телефон не показывает каких-то чудес именно автономности Выдает стандартные где-то сутки полутора При такой среднеактивной эксплуатации Само собой можно выжать и больше Если говорить про часы дисплея То можно рассчитывать где-то на 7,5 И может быть даже 8 часов Но опять же здесь вопрос Вот как вы используете Надо понимать, что процессор весьма прожорливый И если вы будете нагружать его То есть именно игрушки какие-то Или более серьезные задачи Может быть видео будет много снимать То разряжаться он будет намного быстрее Чем если использовать смартфон Как там звонки, смс-ки Псеть в интернетах и так далее Опять же напоминаю, что здесь у нас AMOLED дисплей Поэтому в темных тонах В темной теме он будет Немножечко поэнергоэффективнее Уверенный день работы К концу дня у меня после всех тестирования Оставалось 27% заряда Это довольно много на самом деле При том, что мой режим тестирования Включает как раз таки вот это вот Минут 40-50 поиграть Полазить Тесты поставить Прогнать и так далее То есть это нагрузочка определенная Что касается селфи 16 мегапикселей Весьма и весьма неплохая себяшка Портретные режимы Еще что-то Ну не знаю, какие здесь нужны комментарии Full HD максимум 30 кадров в секунду Видео пишет Есть некая стабилизация электронная Ну нормальная Очень вполне нормальная Селфи камера Для себяшек и не только Хватит Для видеозвонков тоже Я думаю большинству понравится Что касается основной То она здесь Тройная Самый основной модуль Это 108 мегапикселей Могает ему ширик На 8 мегапикселей И наконец третья камера На 2 мегапикселя Это датчик глубины Для портретных снимочков Стоит признать Что камера здесь все-таки Для не особо требовательных пользователей По части именно качества камеры Она здесь неплоха Но знаете как Именно вопрос в сравнении Все познается в сравнении Я думаю что многим Кто покупает телефон Напустим до 20 тысяч рублей Где-то Вполне покажет Что камера вполне удовлетворительная И можно с ними согласиться Что при хорошем освещении Что при плохом Получаются даже в авторежиме Снимки Они получаются даже не отвратительные В основном Есть там Некоторые вопросы с контрастностью Слишком контрастные снимки получаются Есть вопросики И к цветопередаче И к детализации И шумит камера Опять же вот пластилиновые Такие некоторые кадры получаются Но не надо вот этого Еще раз дам Считать что это трагедия Еще раз посмотрите Вот сейчас на Примеры которые у вас мелькают Перед глазами на дисплее Это хорошие нормальные снимки Для смартфона Этого ценового диапазона Несомненно В какой-нибудь Pro 5G версии Будут снимки намного лучше Светлее Детализирование И видео конечно Телефон тоже будет писать намного лучше Здесь потому что только Full HD Только 30 кадров И как бы И все с этим живи Камера которая Ну как бы не хватает звезд неба Но и не является отвратительной Со звуком у телефона Ну такое Терео нет Динамик один Вибро простейшее совершенно Зато есть разъем для наушников Для тех кто Любит проводные Соответственно не любит допустим Заряжать Беспроводные наушники Не знаю в общем зачем им потребуется Но на всякий случай Пусть будет Что касается связи То две сим-карты GPS GLONASS NFC в глобальной версии присутствует А под телефоном тоже работает Wi-Fi 245 Гц Никаких проблем со связью Я не встречал В принципе все работает хорошо 5G опять же в России Так пока и не запустили широко Только каких-то местечковых районах Отдельного города Так что надо еще искать Про это говорить ничего не буду Ну и наконец прошивка Работает все это Пока что на MIUI MIUI 14 версии Android 13 Скорее всего будет обновляться дальше До HyperOS Но кто смотрел наш обзор Допустим То же самое Poco X6 Помнит что отличий там Не так много В целом не заметил Серьезно каких-то проблем При использовании телефона Понятно здесь остался Винтажный MIUI Где-то торчит рекламка Где-то какие-то вдомления Миллиард выскакивает Какие-то предустановленные Небольшие приложения Которые можно удалить легко В целом Особых проблем За время тестирования Я не заметил Так что в целом Можно Говорить что прошивка Нормальная Ну и итог По поводу Redmi Note 13 Знаете такие впечатления Остались Интересные Телефон Явно стоит тех денег Которые за него Будут просить Потому что Он относится к клинике Все-таки недорогих устройств При этом за эти Не очень большие деньги Мы получаем Вполне симпатичный дизайн Очень-очень Интересный Дисплей И с точки зрения рамок И с точки зрения И 120 Гц есть И проблем с шимом нет Опять же В целом Качество картинки Весьма приемлемое Горелый глаз 5 Этого поколения Закаленная стеклушка Тоже приятная На самом деле Мелочь Наконец-то В бюджетку добрались В целом Неплохая производительность То есть сам по себе Процессор И для повседневной Исплуатации И поиграть на телефоне Тоже можно Камера в целом Тоже закрывает Необходимые Минимальные потребности Там не камерафон Но вот прям вот все Автономность Скорость зарядки Тоже все при нем Опять же Чехольчик в комплекте Ну какие слабые места Однозначно могу сказать Что хрупкость Корпусов Вот именно в Redmi Note 13 И в Poco X6 Поксих 6 Pro Это те вещи Которые меня откровенно Смущают В общем аппарат Однозначно интересный Своих покупателей Найдет И я уверен Что нисколько Не разочарует Реально И производительность И автономность И камера И дисплейчик Понятно что доплатив Можно перейти На уровень повыше Покупить Допустим Смартфон Тот же самый Redmi Note 12 Pro Или допустим Из 13 линейки Но я бы здесь сказал уже Обратить внимание на 13 Pro 5G Потому что 12 Pro На самом деле Ушел недалеко 12 Pro обычный 4G Он в какой-то степени Даже поинтереснее У телефона будет И по процессору И особенно по камере Однозначно интереснее Чем младший брат 4G И процессором И в том числе И камерой Так что Ну надо посмотреть Да то есть В целом аппаратик Вполне интересный Понятно это Еще один Типичный Xiaomi Но вполне себе Такой симпатичный Неплохой Смело смотрите Сколько смартфон Стоит В каких цветах Есть Если остались Вопросы По данному смартфону Или наоборот Вы уже готовы Поделиться Своими впечатлениями Этого использования То всех ждем В комментариях Под видео В нашем телеграм канале Я на этом с вами прощаюсь С вами был Андрей Кик.ру Пока